Всем подписчикам большой привет! Возникла проблема. Отказана стиральная машинка неубиваемой фирмы Bosch немецкой. Оказывается, во всем виноват насос слива. Насос находится справа внизу и доступ к нему идет проще снизу. Машинка кладется на бок и тогда уже доступ к помпе и к насосу. Но проблема более сложная оказалась. Вот я сейчас вам покажу, как работать должен сам этот сливной насос уже замененным электродвигателем. То есть двигатель и крыльчатка были заменены. Была только улитка оставлена в целях удешевления. Вот посмотрите, как он должен работать. Я включаю через провод. Видите, он работает почти бесшумно и сама крыльчатка крутится без вот этих вот пропусков. И расскажу, почему был заменен электродвигатель. Вот этот вот насос, который, двигатель насоса стоял и не качал. Я покажу сейчас разницу в работе. Он тестером прозванивается. То есть дает у нас 162 Ом. Это примерно так и должно быть. У этого, кстати, побольше немножко у нового. И для его проверки был изготовлен провод с двумя клеммами. Вроде как насос работает, но сама вода не сливается. Из-за чего? Вот эта крыльчатка, она разбилась. То есть она посажена на муфте и болталась. Поэтому я сейчас покажу, как он работал. Вот я его включаю. Видите, как он работает, болтается. То есть вот эта муфта выходит, потом обратно заходит. Вроде бы рабочий насос, но в сборе он не качает. Вот по этой причине. Поэтому самый простой мой совет. Вот эти двигатели, они достаточно дешево стоят. В сборе он стоит дороже. Но можно приобрести или в специализированных магазинах, или же через интернет торговлю. И у вас замена обойдется дешевле намного. А сама улитка присоединяется простым поворотом. То есть он вставляется, здесь прокладка в улитке, и затягивается по часовой стрелке. А для того, чтобы его снять, есть два усика. Вот здесь вот на насосе. Вот он один. И вот он второй усик, который фиксирует его. Они просто отжимаются вниз, и тогда насос присоединяется достаточно легко. И зачелкивается. Спасибо всем за внимание. И если кому-то поможет, то я буду рад. Спасибо.